Сегодня у нас 22 ноября 2017 года, иначе он не заходит. Мир дома всему! С миром принимаем! Надо печку поливать. Я 40 лет пищником проработал и мне надо кому-то передавать, а настоящего там желающего нет. Вот Володя сейчас начинает это. Так, что у тебя с ней не ладно-то? Да топка выгорела давно уже. Я там второй ряд уже положила. Ну и плита-то какая. Плиты-то хорошие не купили. А вот эта новая плита, она уже успела открыть. Понятно, понятно. А там все надо убирать, открыть. Да. Откроем там. Так, тут надо что у вас? Ладно. Так, только одно, не мешайся. Хорошо. Страшно не люблю. Это у нас вверху для просушки. Чем она тут завалена-то? Плитами тут еще не прогревает. То есть это такое. Надо сделать ее, чтобы здесь она у него мертва стоит. Закрепить надо. Так, закрепить вот эту вот. Я сейчас принесу что-нибудь сюда. Вот такая доска. Это что там написано? Северный демон. Где северный демон? Так это про зверей, наверное. Песка пишет. Василий Михайлович писал. Комсомольская правда, поди, да? Кто тут везу написан? Песка? Ну он сам, я с ним переписывался. Поди про росомаху. Росомаха. Ну действительно, да как-то могла сюда на пол-то положить. Такие газеты ценные, ничего не понимают. Вот так надо теперь, ладно. Вот здесь вот где-то зацепить. Поближе. Маленько. О! Вот она вышла. Все. А, она выдернулась даже. Ну хорошо, что она выдернула. А потом поставить. Теперь этот убрать. Ох, как мне неохота, ты бы знал. У меня там интернет. Там ко мне люди пришли. А я тут... Мы же верующие. Да что нам тут думать о временном? Видимое временное, невидимое вечно. Как Валя Канёва говорит, что мы же верующие. Что нам об этом думать? Картошку тяпать там. Так. Это все втянем, потом мы заберем. На плиту не надо это делать. Маленько я давал, кажется, перышки. Надо поискать больше. Вон есть, вон на печке. Да, вон есть. Так. Сейчас не делись, сядь на свое место. Так, я сейчас плиты снимаю. Так, я не буду делать это, Володя. Знаешь еще, давай-ка ты это все делай. Я только буду говорить, что делать. А иначе какой порог-то из этого. Ну, тут понятно. Пришел, осмотрел. Летнюю задвижку открыть. Там открыть, чтобы пыль маленько шла туда. Ну, тут все видишь. Позавесили, закрыли двери. Застила. Хозяйка хорошая. Всегда так и делаем. Давай. Давай. Признали нас не в плохое место делать. Сейчас потихоньку. Плиту снимай полностью и куда-то положи, чтобы под ногами она не путалась тебе. Ну, вот сюда вот, где кружки лежат, туда это положи. Давай. На бок ложи. Вот кверху сажей, правильно. Потом ее сажу надо будет оттереть. Так. Хорошо. Потихоньку. Снимай. И обширка это, чтобы все с нее сошло. Засажу не берись там руками внизу. Подожди. 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 Ты сначала ее оскобли. Возьми этот кельву, мастерок. Так. Так. Сядь не то, что он сам найдет. Вот, Володя. Возьми нож. Можешь ножом сделать это. Нет. Нет. Вот эта кельма. Она сломанная оказалась. Ну, положи, я сейчас сделаю ее. Покажу тебе. Положи пока. Сейчас я хотя бы. Это ты взял кишечку, а не кельмы. Кельмы это, которые глину берут. Мастерок. Это не кельмы, которые... А почему у меня так плита сильно полопалась? Потому что она жарит и не смотрит. Прикрывать надо поддувала. Накалилась красная. Скорее прижал. Ничего не делает это. У нас ни одна плита еще никуда. Это уж который раз плиту покупает и в дребезги разносит. Как она еще не сожгла нас там у потолка. Разделка-то сделана хорошо. Тут печку я делал. Да. Огня. Вот огонь идет. И где дерево? Не меньше тридцати восьми сантиметров. А там войлок с глиной прокладывается. А это что означает? Так. Ничего не означает. Это железка была. Которая от жары погнулась. И она у нее все горит и лопается. Даже кирпичи уже разонатри перекладывает. Вытаскивай. Так. Что вытаскивать-то? Эту железку можешь вытащить? Потихоньку. Смотри. Она еще нет. Она ее спалила. Все. Видишь. Вот кем она была. Вот так. Положи где-то. Мужчина в доме здесь нет. Но она тут жарит. А потом дверь открывает и на улице тепло выпускает. А мне жарко. Ну что теперь? Теперь снимай потихоньку уголок. Так. У огольника. Доску не задевай только. Смотри. Не вышли. Мы ее не прибили. Доску-то. Ну. Меняется только топка. Обогреватель не меняется. Смотри. Просто не задевай. Так. Она там привязана угольник-то. Его надо сейчас отвязать. Ну вот так. А потом прижать. Вот еще один. А. Она не проволока. Гвоздями. Да? Угу. Ну потихоньку снимай и сразу оскоблю. Гвоздь там возьми. Потом вытащи. Чтобы он не торчал. На стол положи где-то отдельно. Так. Оскоблю ее сразу. Она должна быть готова. Так. Угольник должен быть заранее. Так. Уйди отсюда. Я не просил это делать. Не надо это делать. Только ты еще не сделаешь. Работа пыльная. Работа грязная. Но того она стоит. Я вот. Делал песню. Сорок лет практически пищником был. Здесь жены бывают. Приходят люди. Один раз прихожу. Молодой милиционер там. Чуть не со слезами говорит. Совершенно не топится в бараке. А я в бараке уже. Ребятишек не знаю куда девать относиться. Ну. Я говорю я не делаю уже. Зима тем более. Ну. Так просил что я пошел и сделал. Так он. Милиционер говорит. Такие люди там не хорошие. Наоборот. Хороших набирают. И он. Благодарный. Где бы не был. Везде говорил. Вот он мне сделал печь. Да я не делал. А отремонтировал. Ребятишки по полу говорит. Ползают. Ребятишки маленькие. Это мы были на второй строительной. 62-16 я жил. Вот так. У меня она лежит целенькая. А так у меня она лежит целенькая. У меня она лежит целенькая. А так у меня она лежит целенькая. Там внутри угольника. Внутри угольника. Прошелка. И вторую тоже. Вот так. Когда будем класть. Это все нам помешает. Все. Ну все. Так. Убираем в сторону. Теперь вот в это ведро для мусора. Загребай сверху потихоньку. Убери вот это все. Подставляй что-то или как-то. Прямо на нее это лишнее убирай. Вот так. Сверху убираю. А потом кирпичи перегорешь. Ужас как все перегорело. И при том говорить бесполезное дело это. Игнатий у меня 4 комнаты я должна. Там они холодные те комнаты. Видишь ответ есть. Я поэтому. А когда я пришла она не такая была. Вот здесь уже выгорит что я была. Хорошо. У тебя там та же история. Там одна комната. Не 4. Одна комната. И точно так же пережжено. Не надо это оправдание. Мы смотрим. Прижимаем. Закрываем поддувало. Чтобы она не сильно грела. И я закрываю поддувало. Не всегда полностью что-то оставить. Ну короче так. Перегорает у тебя они у нас. Давай. Здесь не огнеупорные кирпичи. Так. Кирпичики туда же складывать. Если не половинка какая попала. Это не огнеупорные кирпичи. Не огнеупорные. Такие. Поэтому их надо выбрасывать. Тебя сейчас не упорно из потерявки привезли. Вот кучка стоит. 30 штук. Вполне хватит. Только вот это Володя смотри. Не сбей палку эту. Дайте его выбрасывать да? Ну положи там туда. Скидывай. Они никуда не угодно. Их нельзя не расколоть. Ничего. Теперь надо топку. Меняй топку. Вон он какой кирпич. Покажи. Сколько перегорел. Ну вот так. Положи где-нибудь маленько. Может с чуще сторонки. Не на печку, а где-то может сгодиться. Покажи. Вот туда все это. Как сметану сделать. А потом туда добавляется песок и размешивается. Тут и цемента ничего нельзя. Цемент выгорает. Только глина и песок. Из чего делается сам кирпич. Еще соль добавляется да? А? Соль еще добавляется. Ну соль, когда штукатурить будет, соль добавляется. Соль добавляется штукатурить. Так. Ну и еще теперь. Давай ты под ведра будешь выносить и вываливать там в ящик. В мусорную. На улице. Это вот подготовительная работа идет. Но потом. Когда все это уберет. С той стороны с этой. Саша оттуда вы. Выступает. Это означает. Прочистка здесь. Это прочистить надо. Рукой. Выбирай полностью убирай. Отдельно убрать. Интересно. Вот когда делаешь. Печь чистить. Нет. В каком месте. Хозяйки не убирают. Не нравится. Что кирпичик выступает. А это так и должно быть. Она его туда потихоньку подколотит и замажет. Ну размазывать. Когда придется время открывать. А у нее ничего нет. И вот она теперь пляшет около печки. Дымит. Прочистить не знает где. Но печник тоже это не помнит. Это такое маловажное дело. Сейчас я на той стороне хочу показать. Дай-ка меня пропусти. Вот и все закрыло. Хозяйка. Где у нее свет-то подключается. Вот. Мне там гликерия спит. Ладно как спит деваха. У нас везде этажами сделано. Вот как. И там еще третий этаж пристроило. Пока Володя там. А я тут покажу. Вот время сколько. Ну надо понимать, что часы-то наверно не идут. Секундная что-то стоит. А вон где идет. Вообще-то она правильно идет. Вот она какая. Это утром. Сегодня у нас среда. 22 июня 2017 года. А я же Василия тут пригласил. Вот у нее этот передний угол. Красный угол так называют. Вот оно что. Ну и тот что по-женски. Уголок хорошо обихоженный. Здесь и... О, здесь и моя Бузка. Бузка моя Бузка. Ну кто такая Бузка? Да хорошая Бузка. Доверие какое гладится щекой. Ну и да замечательная кошка. Ох и ловливые от кошки. Замечательные. Пришла она сюда. Вот приемничек у нее какой-то маленький. Последняя здесь все с часами. Там эти диски прокручивать. Ну а тут уж ноутбук. Бабка 80 лет. На девятый десяток уже пошло. И смотри. Православная притом. Православная. Ефрем Сирин. Видите, у сектантов это не встретишь. А тут староверы. Алтай. Природа староверы. Фотовыставка. Это я не пойму у нее там на голове. Волосы видно нет. Храм Христа Спасителя. Вот все здесь есть. Вот так. Я хотел то печку показать. Вот печку эту над печкой. Кирпичик. И туда. Да. А вот что такое за копченым? Ну хорошо. Жаркая печка была. Вот так. Пойду я в другую комнату. Вот так. Вот тут картина. Тройка. Ой, зашло сюда. Вот что у них? Кухня. Ага. Все закрыто. Везде все заставлено. Целая полка. Ой-ой-ой. Кофемолки там разные. Женщина. Не то что у нас. А у нас куча все свалено. Тут у нее шкафчики какие. Ой, ходит бустка здесь хозяйничает. Потому что ну и все тут. И везде часы, и везде идут. Везде все часы. Для чего не знаю. У нас тоже часы везде. Но нигде не идут. Потому что мы не любим, чтобы иконы здесь внутри. Откроем. Посмотрим. Ложки. Прибрано. Все. И закрыто. У нас еще этого нет. Все открыто. И вот эта комната. Она говорит еще. Давай-ка мы сюда зайдем. Вот она маленькая комната. Ну тут метр шестьдесят между плацкартами. Это вот первый этаж. Вот второй у нее тут с луком. Евангелие наносил. Вот она везде ходит раздает. По благословению патриарха. И вот третий этаж. Там помельче. Ну тут что спать можно принимать. Окно. Что-то у нее тут. Что тут такое в шкафу. Аааа. У нее там мука открытая для мышей. Понятно. Любящие мышей. Ну и тут холодильник. Морозильная камера. Вот она все. И тоже нижняя кровать. Ну заслана. Кто приходит можно открыть. И третий этаж. Вот два этажа. Третий. Божья Матерь. Царица. Мать Небесная. Спаси и сохрани. Вот как написано тут. Вот так я все посмотрел. Ну ладно. Зеркало. А у тебя везде часы идут. А ты все батарейки вставляешь. А для чего они тебе нужны? Так. Заходи сюда. Вот Володя тут работает. Убирает. Вот смотри как они лежали. Кирпичи так и вставят. Тут больше ничего не надо. Даже дверка вся выгнулась. Уже. Гляди. Ну 40 градусный мороз. Так холодно. Не комментируйте. Я сам прокомментирую. Ничего. Это для всего мира. Гляди. Ну вот я говорю. Гляди. За ширмой. За ширмой. Стоит какая-то посудина с мукой. Это самое мышиное. Открыто даже нужды нет. Вот за этим-то присматривала бы. Гляди. Я вчера блины пекла. Поставила. Вчера поставила. До ночи прошла. А мыши через каждые 5 минут оправляются. Мощатся. Закрыть-то могла, нет? Я вчера убирала. Даже на секунду нельзя оставлять. У нас с капона поймала мышку. Раз у меня голуби. Там пшеница. Там много мышей. А я вчера. Смешно даже. Я еще там уборку не налила. А ты прям вот все. Да какая уборка? Мука открытая. Это не об уборке речь идет-то. Зачем ты слово уборка говоришь? Когда речь идет о муке. Незакрытая. Незакрытая. И сейчас ты сидишь, она так и незакрытая. Она закрыта. Я все время закрываю. Но сейчас вот. Это неправда. Кому говоришь? Вот у нас все время так. Но вот вы зашли как раз. То есть все одинаково говорят. Как будто специально сделали неправильно. Пока я не приходил. А как я пришел, то одинка обнаружилась. Да так всегда она и бывает. Гибнет у нас многое. В стране, везде. Вот. Это уже четыре ведра, да? Клади, клади. Она никуда не годна. Никуда. Маленькие котовые кирпичики там останутся. Они на щебенушки пойдут. Вот эти тоненькими плиточками которые. Отложи в сторонку. Да просто так. Рядом ложи с ними. Вот. Давай. И потом туда же обратно так же кирпичи и складывать. Дверку то надо было новую взять. Она сгорела у тебя. Что ж не сделала? Да вон она новая. Вон новая, да? Это так действительно новая. Вот она лежит. И на выходе изображение Богородицы. Не пойму что там написано. А ты куда выводишь? В ванну. А в ванну. Ну давай. Потом увезут. А здесь что на выходе? Счетчик. Самый современный. Хорошие были счетчики. Ну где то там пролоббировали. Кто издает их. Несколько раз дороже. И все. Снимайте, убирайте. Они не нужны. Ну как они хорошие. Убирать. Что значит лоббируют. То есть совершенно не по делу. И все заново все меняют. А это же речь вот о миллионах. Миллионах. Миллионы счетчиков поменяли. Хороших выбросили. Кто то проголосовал. Кому то взятку дал за 500 тысяч. Депутаты сейчас получают в законодательном соображении где то 800 тысяч. В месяц. Невероятно. У меня в пенсию 6523 рубля. И живем все в достатке. У нас и пыли хватает. И грязи. Вот здесь. Подберем все чисто. Так. Хотя я гляжу. Так сядь-ка на место туда. Я тебе сейчас отдам. Мне надо эту кирочку сделать. Нужно руку вот туда вот затолкать. Причины не искать. Страшно боюсь. Когда ищут. Пальцами там не ставить. Ну видите. В это время. Теперь вот видишь. Принесли эту. А она вот она какая. Что тут. Все. Сломано. Нету. Значит что делать. Вытаскивать. И сейчас по новой. Надо в тонкий конец. Это два отверстия. Которые узенькие самые. В него забиваются. А здесь клиньями расширены. Все. Плохо давай. Попробуй. Давай. Давай. Попробуй. Давай. Дальше не залез. Она маленькая. Ручка лопнула. Ничего. Сейчас или в такой можно что-то сделать. не на счет Теперь надо закрепить, закрепить это надо было еще дальше. Так. Здесь что-то. Так. Где-то там нож был хороший. Он лежал. Здесь уже нет. Уже спрятался. Так интересно вся эта дверь. Я почему-то думаю, что каждый должен заниматься тем делом, которое знает. Этому надо усить. Так. 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 Вот, вроде, бушевого взял. Понял какой клин. Разобрал. С той стороны тоже надо выбрать всё. Выходит вот так. На этот уровень. Дальше смотри. Вот это вот выбирай. Хорошо. Теперь вот это вот выбери кирпичики. Всё. После этого всё надо будет смочить. Подожди-ка. Пыль такая большая. Я боюсь аппаратуры за это. Вот это всё убирай. Вот это вот. Ну, убирай. Так. Ну, пока убери просто так. Ещё там дальше убирай. Не забывай. Она где находится. Где. Вот это дальше внизу. Убирать или нет. Надо посмотреть какая она. Можно тоже убрать. На которой ложится кирпич. Огонь будет лежать. Огонь будет лежать. Огне упорно положить. Огне упорной? Да. Его можно сюда положить. Под решётку. Всё. Ну, там видно где. И оттуда тщательно выбрать всё. Вон, куда она идёт. Под ней. Под ней отсюда выбрать. Под духовкой. И в духовку всё отбирай. Потом заново поставишь. Ну, на этом всё. Это как разбирать, подготавливать. Ну, а потом как ложить. Отдельно подойду. Ты запоминай. Всегда так делай. Делай смело. Не бойся. Ведь ещё такого нет. Это не компьютер. На компьютер у нас лучше всего из наших Никита разбирается. Никита. Вот он. А ты вот это делай пока. Я никому не завидел, что я печник. Что я в саже. Это очень хорошо оплачивается работа. Уважаемая. Тебя накормят напоев. Притом тут не взятки нет никакой ничего. Так, вот это вот тоже можно убрать. Да, да. Он разбитый. Туда настоящий кирпич положишь. Это всё подготовка. Потом всё смачивается. И кирпичи все всегда смачиваются. Чтобы у неё связь была. Больше в неё проникает часть раствора. А огнеупорно не смачивается. Он плотный. В него ничего не проникает. Ну и вот и всё пока на этом. Сейчас. Подожди, подожди. Когда он уберёт всё. Это сейчас ничего ты не сделаешь. Давай. А на грязь просто липнет ему. Выноси. всё. Я пока не буду. Здесь занесёте. Ещё-то уберёте. А потом мы отдельно будем делать. Вот так. Вот тогда ванна. Ты сейчас ванну унеси. Завязывай туда. И там её на земле, которая яма. В яму свали. Вот мы показываем просто. Не ходи раздевши туда. Опять. Роман привёз машину вчера с ремонта. А чё тут у неё зелёное-то осталось? Что это за зелень? Вот он лежал и машина стояла. Это Игоря Глушкова. Прицеп. Чё это? Ещё это зелёное. Или масло, или тасол. Одно из двух что-то. Ещё что ли? Ну видимо, да. Ничего себе с ремонта. О, голубки у меня пришли. Им семечки охота. Но гуля, гуля, гуля. Давай вези. Гуля, гуля, гуля. Иди скорее. Это дикие голуби ко мне прилетают. Они у меня друзья все. Давайте. Ой, какая идёт гуленька хорошая. Гуля бежит скорее. Вот она. Гуля, гуля, гуля. У меня в кармане семечки всегда. Вот она рядышком. Вот прямо около самых ног. Вот она идёт где. А вот я стою на ногах. Ну а Володя сейчас выездит там. На свалку всё вывалит. Можно даже пройти с ним. Некоторые, может быть, и не знают, как это делается. Вот наша ёлка, берёза, качели. И сегодня у нас работа такая идёт. Володя. 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 Идёт. Тащит. Это мусорные ящики, а там яма. Он подвёл к самой яме. Так. Ну, чтобы она не гремела, он ванну тащит в руке. А там у нас соседи собачку завели. Собачка такая, как ботинок небольшой. Махонькая-махонькая такая, красивенькая. Мы никогда не держали. У нас всегда волкодавы были. Овечек пас отъест. Ну, это чтобы звоночек был для ребёнка. И он играет с ней. Это хорошее дело. Это наше место. Это наш соседний дом. Машина. Вот сосед приехал. Здесь один какой-то мужчина. И машину ставить негде. И он возвёл забор. Там загородил всё. Вот это. С замком. И, видимо, окошко у него рядом. Машина. И он доволен этим. Нормально. Сосед рядом. Это у нас тут, где молимся мы. Вверху крест. Надписи. О, пришёл за мной. Ну, и что я тебе дам-то? Ну, давай. 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 Дам. На. Семечки люди. Давай. Второй пришёл. Ребята, у меня семечек уже нету. А? Вот они где. Гули, гули, гули. Гули, гули. Гули, гули. Ну, вот прям вплотную подходят. Да хорошие мои гули. Да им надо поесть что-то. Вот она где. Ну, всё. Пошли. А вон сорока летит. Да. А здесь у нас калина красная. Так не убирается. Хватает. Голуби ещё не вылазят. Пшеница у них есть. Примерно 50 воробьёв кормлю. С отходов всё время подсыпаю. Вот показать. Это загородил, чтобы кошки не мочились. Здесь лук растёт. Лук растёт. Железом загородил. И всё чисто. Это участок 13 соток. В центре города я высадил. Ну, а вот сюда насыпаю им отходы. Перед окном. Вот такая как бы кормушка такой длины. А вторая вот эта для жуланов. Потому что воробьи туда стараются не залазить. А там семечки. А жулан только семечки питается. Ну, вот так вот сделал с предохранителем. Ну, и тут везде за это залазят они. Отходы едят. Ну, и сюда за мной пришли. Ну, у меня больше ничего нету. Давайте идите отдыхайте. Давайте. Показать голубю. Голуби это... В Барнауле сейчас такая компания идёт, что в каждые 4 двора хотя бы была голубя от них. Вон там отверстие. Всё это железом обито. От кошек. Сверху сеточка. Ни одна кошка если прыгнет, ей не засыпится. Это железный стержень. Всё, отбились. Крысы были. Увёз голубей, а изнутри обил железом. Всё. Потом опять их привёз. То есть надо смотреть, где мы востребованы. Вот здесь были у нас дрова нынче. Мы лежали как попало доски. Мы их туда всё убрали. Лишнее порубили. И осталось место. Три-четыре машины можно поставить. Сейчас я зайду и погашу на этом. Хозяйка. Сиди молись. Новый печник у тебя был. Всё отсюда отовсюду. И хорошо из-под духовки выгрести. А из-под духовки выгрести тебе никак нельзя будет. Пока вот этот не выбьешь. Вот это. С этой стороны гляди, Володя. Прочисти. Ты прочистишь или вытаскивать больше? Да я думаю прочисти. Можно вытащить. И потом клюкой оттуда всё вытащить. А пока убирается сейчас. А? Пока убирается. Ну да. Всё. Подготовка понятна какая. Потом всё здесь оттуда вытащить. Ванну вывести. И сразу начинать делать. А наделать я подойду. Хорошо? Угу. Хорошо, хорошо. Хорошо.